28-й дом на улице Тани Бибиной трещит по швам в буквальном смысле. Люди боятся однажды оказаться под завалами. Специалисты управляющей компании предлагают скрепить здание металлической стяжкой. Но жильцы общежития против таких мер. Ситуация разбиралась Людмила Чкал. Трещать по швам дом номер 28 на улице Тани Бибиной начал еще год назад. Сначала трещины были видны лишь снаружи. Специалисты управляющей компании прикрепили к ним маячки, чтобы наблюдать, будет ли разлом увеличиваться. Нет, здесь его ширина пока осталась прежней. Но трещины гораздо большего размера появились в комнатах жильцов. Вот здесь вот трещина идет от самого потолка. Оно с пятого этажа идет. И вот здесь вот прямо туда в пол проходит. И пол даже вот здесь вот трещины. И самое страшное, что щель между перегородкой и несущей наружной стеной становится все больше. Почти год Галина Кузнецова в своей комнате на четвертом этаже пятиэтажки живет в постоянном страхе. Переживая не столько за себя, сколько за дочь. Каждый вечер какой-то шорох, как мыши шуршат. Вот такой шорох идет. Каждую ночь я просыпаюсь. Просыпаюсь и думаешь, если я жива останешься или нет. Что делать? Хозяйка 112-й комнаты спрашивала у сотрудников ГУК Октябрьского района. Сначала ей говорили, что замазывать трещины не нужно. Дом признают аварийным и жильцов будут расселять. Но потом, видно, передумали. И решили скрепить дом металлической стяжкой, пустив ее через все комнаты. В третий раз приходили, пришли и говорят, давайте подписывать бумажки, что будем делать стяжку. Мы их спрашиваем, кто будет отвечать. Ответственных никого нет. Сказали, что будет строительная организация отвечать. Мы посмотрели эту документацию. Там ни печати, ни росписи никаких не было. Кто отвечать будет, в общем, неизвестно. Сомнительные документы жильцы подписывать не стали. А дом тем временем продолжает давать трещины. Они появились уже и на другой стороне общежития, вплоть до первого этажа. А у нас трещина появилась вот в этом году, недавно, вот осенью. Ну, я так понимаю, что наша страна тоже начинает уезжать, или фундамент там плывет. Но никто нам об этом не говорит. Нам предлагают ремонт, чтобы мы предоставили ремонт, и сделают стяжки угловые какие-то по дому. Ну вот, а мы хотим, чтобы действительно нам сказали, что это опасно или не опасно. Они фундамент визуально просто посмотрели, никакой подкоп они не делали, не смотрели там внутри. Нам хочется, чтобы удостовериться, действительно, этот ремонт будет, он надежный или не надежный. Именно в надежности такого ремонта люди и сомневаются. Их дом, построенный 44 года назад, и так уже в нескольких местах скреплен арматурой. Но, тем не менее, продолжает рассыпаться. Дом уже рушится давно. И не нужно нам предлагать вот эти вот ремонты, вот эти вот бессмысленные, глупые, на пять лет еще там, на сколько, на три года, на сколько хватит. А вдруг не хватит. Уже лет 15 назад у Людмилы Кезиной начала рассыпаться лоджия. Ее укрепили. Еще через несколько лет посыпались кирпичи с торцевых балконов. Их тоже укрепили металлической стяжкой. А с прошлой весны пользоваться этими балконами вообще запретили. Сначала работники 41-го дома управления написали, что это из-за их аварийного состояния. Но потом решили стать осторожнее в формулировках. А то люди еще чего доброго начнут требовать, чтобы их переселили из аварийного жилья. Вот сейчас такая надпись. А была вот такая надпись. Но жильцы 28-го дома просят об одном, чтобы не кто-нибудь, а профессиональные эксперты, наконец, уже полностью обследовали их многоэтажку. И если профессионалы придут к выводу, что общежитие, построенное в начале 70-х, без оглядки на качество, ремонтировать стоит, то пусть дадут людям гарантию, что после ремонта жить в этом доме будет действительно безопасно. Хотя бы еще пару десятков лет. Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости.